Новые технологические решения – это выход из любого кризиса. Об этом заявили предприниматели на бизнес-форуме «Деловой климат России». Проходит он в Ульяновской области уже в 13-й раз и традиционно становится площадкой для диалога между бизнесом и властью. Итоги первого дня конференции у Марины Тимофеевой. Компрессор подает воздух корням растений через бульбулятор. В каждом этаже есть контейнер, которым можно посадить до четырех растений. Гидропонный метод в работе – зелень и овощи. В этих контейнерах можно выращивать без почвы. Растения находятся в специальном растворе. Автоматизированную сети-ферму разработали ученицы 72-й школы. Аппарат рассчитан для домашнего использования и в промышленности. Мы провели несколько рядов опытов конкретно на салате и огурцах. Результаты нас очень порадовали. Салат показал хорошую биомассу и множество полезных микроэлементов. Теперь ребята в поисках спонсоров для дальнейшего развития малого бизнеса. На выставке Лиги школьного предпринимательства десятки подобных проектов. Это не только бизнес-планы. Дети пришли уже с готовыми продуктами. Здесь и настольные игры, и кондитерские изделия, и украшения. Работы будущих бизнесменов оценивают уже состоявшиеся мастера своего дела. 20 площадок в семи локациях. Главная тема трехдневного форума – работа в коронавирусных условиях. Ситуация на рынке меняется каждый день, и чтобы оставаться востребованным и получать от продукции прибыль, необходимо подстраиваться под новые реалии, искать новые платформы работы с клиентами, как онлайн-магазины. Сейчас действительно стоит обратить внимание на вот такие крупные, можно сказать, каналы продаж, и даже под них стоит ориентироваться при переориентации своих производств. Только за этот год свое дело открыли свыше 6 тысяч предпринимателей. Новая экономика создается с обморой на интересы малого и среднего бизнеса, уверены эксперты. Это и социальная стабильность в регионе, это и занятость, это в принципе то, что молодежь хочет работать и оставаться жить в регионе. Малый бизнес – это не только проценты в балловом продукте. Несмотря на тяжелый для бизнеса год, пандемия не остановила производство, помогла и поддержка государства. За год сработала многоуровняя система помощи через субсидии и льготы. В 2022 году появятся и новые стимулирующие меры. На них заложат в областной бюджет 200 миллионов рублей. Речь идет о получении субсидий в размере трех мротов. На вновь созданы рабочие места и условия их сохранения не менее одного года. Дополнительное фондирование на оборудование и спецтехнику, а именно субсидии на компенсацию 70% первого взноса по договорам лизинга оборудования в пределах 2 миллионов рублей. Основное направление помощи – это легализация труда, повышение зарплат, рост производств. Внедрят и компенсационные меры. Все ради сохранения бизнеса, а значит экономики страны. Марина Тимофеева, Сергей Свешников, Вести, Ульяновск.